В горном рюме проходить места есть свободные и много свободных мест. Нам сегодня собраться на это необычайное служение, такое историческое служение, исторической важности, когда сегодня мы будем вспоминать тот и те годы, и те месяцы, и дни, когда начиналась молодежь здесь, в городе Томске. Я прочитаю перед нашей молитвой из 8 главы Второзакония 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И здесь сказано «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Мы сегодня по этому случаю собрались, чтобы нам помнить этот путь, чтобы те, которые не знают, знали. В одном месте он говорит о том, чтобы родители и наставали своих детей, говорили, возвещали о том, как Бог выбил народ израильский из пустыни, о тех камнях, которые они взяли на дне этого моря. И Бог говорит, что «И так помни весь путь, которым вел тебя Господь». И поэтому нас точно так же вел Господь. Ну, скажем так, нас с милей детьми привел сюда в Томск Господь. И здесь ввел нас Господь. Поэтому духовного пути. И многих сюда Господь привел. И эта церковь, которую Господь избрал, которую Господь нашел, которую Господь омыл и осветил, омыл своей кровью, возродил баню водную, это написано, посредством Слова. И поэтому все мы здесь находимся. И мы уже десятилетия прошли этим путем, которым ведет нас Господь. И на этом пути встречаются разные места, трудные, легкие. На этом пути есть много очень чудес. И если мы сегодня вспомним, то мы увидим явные чудеса, которые на том пути, на котором вел нас Господь, вот здесь, в городе Томске. Если так посмотреть, то мы вроде их не видим. Вроде жизнь идет, и особо такого ничего нет. И когда мы читали Евангелие, мы видим, что там чудеса, там знамения, там вот это, там другое, там действительно совершалось, чтобы Бог так действовал. Но там очень жалко написано. И если даже нам писать историю, о чем уже принесли, это и есть пишет истории с сестры, то можно увидеть, что сколько тоже чудес нашей жизни. И за другой стороны Господь говорит, что вы еще можете в большинстве сотворить чудес. То есть Он говорил о том, что дано верующим людям, дано детям Его. И Он дает, и Он благословляет, и Он так же практически не мы, и не люди, а Он через Свои детей, через верующих людей, Господь и до ныне совершает чудеса. Господь и так сегодня приготовил народ Божий. Господь говорит Своему народу, и Господь приготовляет Свой народ. в небесную Отчизну. И поэтому, прежде всего, мы будем благодарить нашего Господа, будем славить Его, что мы дожили до этого года, мы в этом не думали, не мечтали, но вот уже мы на исходе этого 2000 года, этого 2000 лет на исходе, и перед нами 3000 лет, уже 21 век, этот век заканчивается, и мы не думали о том, что столько времени будем, и мы будем в 2000 году вспоминать то, что Бог сотворил, то, что Бог сделал, то, что Бог совершил, то, что Бог возродил и привел на это место. И сегодня мы об этом будем вспоминать, мы будем молиться, мы будем Бога благодарить, и будем нуждаться в Собо Его присутствия, прежде всего, наполняя на наши сердца. И мы могли нашим сердцем созерцать красоту Божью, Его величие, Его любовь. Мы, чтобы могли видеть нашим сердцем Его славу, Его величие и могущество, чтобы наше сердце было распахнуто и открыто для Бога, для Его благодати, для Духа Святого, и чтобы было место Богу, было место Духу Святому в сердцах наших. Чтобы мы с вами имели полноту благодати и благословения и полноту мира Божьего в сердцах наших. И поэтому будем славить, благодарить, я бы сказал, благословение на это необычайное, на это историческое служение, чтобы Бог благословил всех тех, кто будет сегодня здесь говорить, рассказывать, чтобы Господь благословил, чтобы им было дано говорить, чтобы Бог им вдохновил, и чтобы для нас были эти слова с благодатью. Потому что, когда написано, что слово ваше, да будет с нас благодатью, но именно с солью. И написано, что никакое огненное слово не сходит, и тут ваше, только доброе. И это задание верить, да потом доставляло благодать слушающим. Поэтому мы в этом будем молиться, чтобы Господь всех нас благословил. Аминь. Первое разгружение. Давайте мы сделаем снимок, потому что после мы можем забыть, мы можем упустить. Хорошо? У меня всего один кадр, да? Кто же зайдет сюда? Я прошу единственное, мою жену, пройди сюда. Потом она может сесть и хочет. Кто-то заснул. Ну, можно побольше, чуть больше бегать. Второй стороной. Голову вошли, если голова не пошла, то и все. Мы улыбаемся. Все. Спасибо вам, что вы все собрались, пришли. Посчитали это служение серьезным. Никто. Ну, то есть, поджертвовали взаимовременем. Сегодняшнее наше служение, служение о молодежи. Молодежь, это украшение церкви. Она как нежный благоухающий цветок. Ну, нам, конечно, приятно видеть ветерана, веры, которые прошли трудности, жизненный путь. Но молодежь, это всегда особая забота церкви, особая любовь. И, наверное, во все годы молодежи уделялось особенное внимание, потому что молодое сердце способно так гореть, что оно может весь мир зажечь. Кто был с молодостью верующим и пережил это, те нам, наверное, сегодня будут об этом свидетельствовать. Конечно, с тем нам хочется быть всегда молодыми. Но, дорогие, наши дети, уже подвигают нас на второй клас. Но сегодня тем, кто не хочет стареть, хочет быть молодым, предоставляется уникальная возможность рассказать, засвидетельствовать о том времени, когда он был молодым, какие он переживал богословения, как он общался с Господом. Ну, вы, наверное, многие знаете, что вообще молодежные служения у нас в церкви начались с появления брата Петра. То есть до этого служений у молодежи как таковых не было. Но единичная молодежь, так называемая, была. И представителю старейшим молодежи сегодня у нас служение. Ну, я думаю, что первому представителю брату, мы предоставим слово, это брат Игорь Долголёв. Значит, я прошу учитывать, что история любит факты, даты, то есть не обязательно совсем все так функтуально, но чтобы вот это было, тоже присутствовало. То есть, ну, допустим, в какой год хотя бы, вот, ну и так далее. И еще такое дополнение, если кто-то чувствует побуждение духа, что-то захочет добавить, у нас нет жестких рамок, что вот только так, то есть если вы чувствуете, пишите записку, мы будем вам учитывать. возможность быть на этом служении. И лично мне хотелось бы благодарить Бога, что я стою в это время именно здесь. И мне очень приятно, что вот Бог благословил организаторов вот этого необычного служения, чтобы это служение состоялось, было организовано. И историчность в ней видится не только в том, что мы будем говорить о истории нашей церкви, о истории молодежного движения, но оно еще и историческое, потому что оно вообще первое в истории нашей церкви, вообще первое служение такого рода. Вообще, в Томск я приехал, ну, как многие, наверное, здесь присутствующие, для поступления в гости. Я поступал в Единский институт, сейчас на месте, и было до 82-й год. И прежде чем, конечно, сюда приехать, я к этому времени уже был девушим человеком, и расскажу, что Господь помилился своей, дал великий дар Духа Святого еще в 78-м году, вот, и уже был какой-то опыт жизни духовной. И прежде чем приехать сюда, я познакомился с некоторыми томичами, вот, узнал о церкви томской, где находится, для того, чтобы, ну, и тогда я тоже очень глубоко осознавал необходимость вот этой преемственности духовной жизни, и представлял, что моя духовная жизнь без церкви и без молодежи, конечно, будет очень осложненной. Вот. И поэтому в первый же день, как я только появился в Томске, это было 7 июля 82-го года, тут же я нашел домик, адрес которого мне дали еще, когда я жил в Казахстане. Вот. Приняли меня очень радушно, мы тут же встали, помолились, меня сразу отправили потом к брату Корову, встали, помолились, и обнаружили, что во время молитвы, что мы братья. То есть до молитвы можно, конечно, много говорить, много представляться, но тогда, когда мы помолились, так горячо, прославили Бога, поприветствовали друг друга, я понял, что я в той церкви, в которой я хотел быть, вот, ну, и меня познали, приняли за своего. Вот. Ну, и первое же воскресное служение, на котором я был, я, конечно, не помню всех чувств и переживаний, которые я испытал, все-таки, 18 лет прошло, вот, что я, на что я обратил внимание, не мог не обратить, я ожидал, что я приезжаю в студенческий город, где каждый десятый студент, каждый десятый житель города, студент вуза, я ожидал, что, конечно же, где-то такое же соотношение должно быть и с молодежью. Оказалось, что я глубоко ошибался и не все себя так четко и хорошо представлял. И с молодежи на тот момент оказался я единственным. Были в основном дедушки, бабушки, ну, очень благословленные дедушки, бабушки, которые так очень сдержанно, очень мудро относились, очень лелеяли. Да, то, что это лелеяли, да, они помогали мне, потому что я приехал совсем один, только с чемоданом, и с Богом, это самое главное, да. Как они устроили? Вот. Мне с 17 лет. Вот. Они помогли устроить и быт, и помогли найти квартиру, и, в общем-то, жизнь была достаточно такой, ну, благословенной, и каждое воскресенье с радостью с ними встречался. И первое время, ну, тут я входил еще в институтскую жизнь, внутрицерковную жизнь, как-то вот 82-83 год как-то не запечатлелся чем-то особым, каким-то внутренними духовными исканиями. То есть все где-то шло более-менее по накату. А вот уже где-то ближе к середине 80-х годов, я стал ощущать, ну, какую-то, какую-то даже, знаете, острую такую потребность в общении со своими сверстниками. Конечно, все сложно сразу вспомнить, но, знаете, это было особое время, сейчас не многим, я, наверное, помню те времена и христианских времен, и отношения к христианам. Когда учился в институте, видите, да и в школе, преподавался атеизм. История, она, направленная в истории, которую мы изучали, которую мы преподавали, это вся была безбожная история. Даже на таких, вроде как, предметах, ну, нейтральных по отношению к вере, биологии, ботаники, и то везде вкручивали, то есть, идеология коммунистическая была такова, что вкручивали там положение, там, учения происхождения мира Дарвина, и его обязательно подавали так, чтобы оно обязательно шло в разрез со словом Божьим. Физика, ну, кажется, уж какая-то материалистическая наука, и то физики тоже каким-то образом в этот материал старались спадать так, что это шло, пытались поставить несоответствие вот естественно-научных представлений и тому, что говорит Библия. И, находясь вот в таких вот условиях, ну, а в идеологическом плане, в духовном плане, конечно, поддержка была только Богом, если уж там вот откровенно говорить, потому что, ну, поговорить на какие-то такие глубокие богословские темы, в то время, ну, у нас были замечательные братья, замечательные сёстры, но ответить на те вопросы, которые меня волновали, которые меня беспокоили, кому-то было очень сложно. И я помню, что даже когда у меня эти вопросы как-то стали особенно остро передо мной, глядывая священные писания и внимая к тому, что у меня учили в институте, вспоминать то, что учили в школе. Помню, даже у меня был какой-то такой момент, я думаю, пойду-ка я поговорю с православным священником. Думаю, мне накопилось очень много вопросов, очень много всяких разных проблем, думаю, пойду, я побеседую с ним. Я молился перед этим очень сильно Богом. То есть, ну, с одной стороны, я знаю, что это достаточно образованные люди, они прошли духовный семинар, духовные академии, но с другой стороны, я понимаю, что мог быть какой-то бред в моей душе, но ситуация была такая, что я уже готов был побесить с ним. Ну, Господь дал так, я, конечно, об этом учу, об этом нуждался, молился, но Бог дал так, что приехали братья Санжерский, это был служитель, брат Пётр Степанов, брат Виктор, и мы с ними очень достаточно долго беседовали. Может быть, я не нашел ответы по большинству тех вопросов, которые у меня беспокоили, там, если это мировоззренческие, все это прочее, то, что все наполняло мою голову, мое сознание, но во всяком случае самое главное, что была очень сильная поддержка и укрепление веры. А когда есть вере, все вот эти вот, скажем, доводы, все это уходит на десятый план. Потом, с Божьей помощью, когда я уже сам научился, когда я на них с Божьей своей помощи сам смог ответить, ну, вот такой достаточно сложный был период. Но когда я приехал, перед тем, как приехать в Томск, я сказал, что уже был некоторый опыт духовной жизни и он вложился вот в те четыре года между крещением и вот приездом сюда. А вот опыт был такой. Ну, в то время, 70-е годы, был достаточно тоже специфичным временем в жизни церквей. Не было такой свободы. Служения достаточно жестко, ну, во всяком случае на Северном Казахстане контролировались, приходили люди из старой исполкома, из обкома Констамола, обкома партии, то есть постоянно там будто, ну, не постоянно, но были такие времена, когда люди дежурили. И, конечно же, было очень много проблем, которые тогда по молодости они не замечались. Сейчас, кажется, да, действительно, наверное, были сложности, но с Богом все это переносилось легко, естественно, и никакого такого, скажем, тягостного, воспоминаний нерадостного не осталось. Конечно, когда они видят, что молодежь собиралась, а в Казахстане где же достаточно много было молодежи, в основном это дети, выходцы из семей христиан, христианские семьи, там у нас материнги, в Северном Казахстане. Церкви были достаточно большими в то время, если это несколько десятков семей, а в каждой семье по пять, по семье больше детей, то представляете, сколько у нас было молодежи разного возраста. Но власти всячески притесняли вхождение молодежи, то есть говорили нашим родителям, что вы можете ходить сами, это ваше дело, а за молодежь очень сильно преследовали наших родителей. И я помню, когда застали меня на служении, это даже тоже 13-14 наверное было, вскоре мою маму вызвали в райком партии, начальника мамина тоже оповестили о том, что куда сын ходит и чем он занимается. Вот. И более того, сразу же в нашу школу посыпались, действительно посыпались прямо, как и зада, атеисты, агитаторы. То есть они приходили, они проводили там кружки, проводили заседания и обязательно выислили, где вы находился, дома или нет, чтобы я вот там присутствовал и пытались тоже идеологически наменять это все раздействовать. Появились вместо там разных санбюллетеней, ну, обычных таких дежурных в школе, появились скрингазеты атеистического такой направленности и в общем было достаточно много проблем. А после того, когда, ну, я умеровал, я в то время еще был пионером, но потом, когда я сделал выбор, что я не могу уже так вот лукавить, я вышел из пионеров, учился неплохо, а тут восходило время выступать в консомол, и когда я не выступил в консомол, вот с этого времени начались проблемы в нашей школе. К этому времени даже на 20 летах и какие там проблемы ставились, каким образом они пытались решать, но во всяком случае на всякие заседания я только успевал ходить, где-то приглашаю, вот, ну, и некоторые учителя просто так подходили и говорили, что тебе надо, вот, ну, кто-то по-хорошему пытался со мной побеседовать, кто-то мировоцареенческий, кто-то пытался в диску философский, тянуть, кто-то начинает с искусства, кто-то начинает с истории, пытались показать, насколько я неверно смотрю на жизнь и неиспорчено мировоззрение, что строитель коммунизма с этого будущего не должен быть загружен такой идеологией прошлого. А некоторые просто откровенно подходили и, слушай, много лет подбирайся в нашей школе, видишь, у нас лучшая школа, ты вот здесь и ты лучшим нам здесь из них лицо и ты портишь хотя я очень хорошо учился, но тем не менее по идеологии совсем не подходил и пытались очки избавиться. И таких соединений людей находилось все больше и больше. Но я думаю, что это неспроста, потому что их тоже вызывали в райком, у них тоже были проблемы, а для какого-то там парня, там, 14-15-16 лет, кто там хотел терпеть всякие разные осложнения в жизни, им надо домой, где их вызывает в райком, ушло, что у них такой беспорядок. О многом, конечно, можно было бы вспомнить, но я скажу заключение, что когда я уже уходил на звук прощания вечера в пускной, там были проповеди, да, когда, кстати, как Бог сделал, когда начались, то есть ученики, ну, знали, что я верующий, они относились к этому достаточно просто, ну, верующие, верующие, но те, кто не очень разумный, там, обзывался, богомол, баптист, ну, а так уже, вот, и старшеклассник, ну, ну, старшеклассник, все-таки, с уважением смотрит, и там, в общем-то, все было нормально. Школа мне восприняла, то есть детский коллектив, все было нормально. И, когда узнали о том, что я верующий, у них появился интерес. Они мне, давай, после уроков, не собирались, не задавали вопросы, и я старался на них отвечать, и, а учителей не было. И вот, с этого времени, собственно, началась, наверное, моя проповедь. И тогда, мы задерживались очень подолгу, мы про, вот это было не проповедь, конечно, ну, сейчас мы назвали бы евангелизацией, когда этого слова я не знал, евангелизация. Но, в этом случае, моим одноклассникам было это очень интересно, у нас завались по вечерам, даже надолго задерживались, говорили о Слове Божьем, и некоторые из них настолько загорелись, что захотели посетить служение, хотя они понимали, насколько это проблематично. Вот. но, один из парней, который учился не со мной, он был сыном рабочих 2-го из полкома, пошел домой, и вот такой вот загоревшийся, пришел, поделился с мамой радостью, великой, большими здоровениями, которые у меня пришло в школе, и у моей школы появилось еще больше проблем, возле этого. Ну, вот это, в случае, слово там было проповедано, и потом некоторые из них даже приезжали в Томск и бывали здесь, на нашем служении, из них одноклассников, что мне это было очень приятно, они знали о Боге, и я очень надеюсь, что то слово, которое сказано было тогда, даже если оно еще пока не поросло, может быть, под лучами Божьей благодати будет это согреть от семьи и еще порастет. Может, я тоже праздновал, я не знаю, я уехал, далеко от них живу. Но когда уходил я из школы, вот те учителя, я не буду говорить о многом, но это для меня было, вы знаете, наверное, самым сильным подтверждением веры и силы Божьей, и верность в Слово Божьего. Когда я уходил из школы, те, кто говорил, что, «Благодюк, я тебя ненавижу», шептали мне в ухо, те учителя позволили себе даже, ну, не то, что объясниться в любви, но, да, ну, это было почти то же самое. Это были учителя, которым было лет до 30, были обзамолки, активистки, вот, они подходили и говорили, что мы очень рады, что учебы в нашей школе, что вот, столкнула их судьба вот с таким мнением, с таким мировоззрением, то есть пока они, скажем, вступали в дискут, они же готовились, смотрели литературу и думали, все-таки люди умные, думали и, в общем-то, оценили место идеологии и вместо самому главному тому, это не говорилось, наше учебное это место в Богу. Ну, а некоторые учителя просто подходили и тоже благодарили за те беседы, которые у нас были и говорили, ты так и держись, конечно, тебе тяжело будет, тебе трудно, но кто такой, пожалуйста, не сломайся, оставайся таким же. И вот с таким вот благословением, с таким некоторым могословным опытом, я видел действительно, что в этом была рука Божья. И мне приятно было видеть, вот это еще раз напоминание метод священного описания, но еще раз прочитаю, юноши не тренили к слову Божьим, где бывает в ад, и вы победили рукавого. И может быть, Бог так индивидуально меня отвел, но Бог не включал в такой мысли, что жизнь духовная, и это вот внутренняя идеологическая установка жизненная, мировоззренческая, что жизнь духовная это не шествие по полю, в которой исполнена благодать и всяческих разных благ, хотя Господня рука не исполнена всяких миношечных и седротов всего. Но в моем представлении это такое садов мои ассоциации духовной жизни. Я сказал, что это борьба, и больше того, что это парень, и не буду распространяться по этому поводу, но для меня это так. и раннего возраста я для себя Бог так вел, что я сделал такую, что необходимо, даже как бы тяжело не было, даже кажется, что ты уже срываешься, кажется, что может быть делаешь что-то из последних сил духовных, но это все-таки из этих последних сил, надо сказать, что Господи, помоги, что я вот уже ничего больше не могу, выди, ступись, благослови, помоги, и Бог всегда давал победу. И когда Бог дает победу, вот тогда он не спасает благословение. И в моей жизни только, может быть, ты даже что-то учил, как вот мы своими детей очень, сделать что-то хорошее, но Паша решит его, что-то плохое, она как-то скажет, да, вот ты любишь его жизнь. И Бог тоже, может быть, индивидуально так же это и код. Я сейчас что-то ребенок пред Богом. Я все-таки знаю, что как бы сложно бы ни было, но если одерживается победа, любая победа, Бог всегда после этого даст свое благословение. И тогда будет немерное благословение и в духовной жизни, и материальной жизни. И все то, что есть в моей жизни сейчас, я все я держу руку Божью и считаю, что и мое положение в обществе, которое есть, и все, что еще достиг, это все результат того, что в детстве Господь меня укреплял и давал силы помешать. Потому что если бы не было тех побед в подростковом возрасте, в юности, то не было бы настоящего, не было благословения. некоторые иногда говорят о том, что вот я сейчас буду дыхать и мне очень хотелось бы об этом сказать. Что ну вот сейчас надо говорить со своими людьми на работе об этом тоже. Ну вот ты знаешь, вот сейчас такое время, давай вот. Я, конечно, я верю в Бога, я, наверное, в том покаясь, но это потом. И мы от многих слышим, да? Вот сейчас она живусь, я возьму от жизни очень многое, что может жить предложить, а покаясь потом. это вот ответ очень многих он совсем не оригинальный. Но вот когда я анализирую свою жизнь, я ни в какой момент не жалел о том, что моя жизнь действительно была связана с Богом всегда. В тех 13 лет, когда Господь и Господь и Господь. Потому что я знаю, что в внутренней задавке я не в жизни того не достиг, что еще достигну, что возможности Богосоветней еще достигнул, не в духовной, не как в общем все, что есть, это все просто милость Божия и дар Божий и Божье благословение, и ничто иное. И если бы вот лично бы я бы избрал бы то, что вот эти пантики, которые предлагает дьявол, может быть красивые пантики, которые, конечно, заложены на яд, если бы для нашего служения, чтобы эти люди ну просто не знали, где мы в очередной раз будем собираться. И поясни нежелательно. нежелательные люди? Да. Ну это представители райисполкома, комсовольские лидеры. И помнится, когда мне тоже захотелось, очень захотелось иметь общение с молодежью. Ну иногда я свое вот это вот желание реализовывал в Анжирке, наезжал в Анжирку. Вот. И если я прослышал о том, что вот баптисты собираются, и попал на их служение. Но это было совершенно случайно, уж не помню все детали, но когда я пришел на это служение, мне очень понравилось служение, очень интересны были такие разумные проповеди, я получил даже некоторые ответы на те вопросы жизни, которые меня беспокоили. Но после того, как закончилось служение, потому что мне стало оставаться, потому что баптистами не намеревался быть, но мне просто интересно было само по себе служение, та проповедь, которая звучала, молитвы. Но сразу после служения подошли два молодых человека, они плотно так окружили, я с трудом оделся, то есть они настолько плотно стояли, что пальто даже сложно было одеть. Вышел на улицу, и они меня долго сопровождали, то есть пытались сразу узнать, что за новое лицо, где ты учишься, где ты работаешь, как твое имя, ну в общем-то по опыту своей духовной жизни он в общем-то уже представлял, что это за люди, и какие проблемы в жизни у меня могут быть с таким общением. Думаю, чем я буду короче с ними общаться, тем лучше. Мы дошли до трамвайной остановки, проходил трамвай, а у него запрыгнул, прощались, и с тех пор я их не видел. Но такое общение было очень нежелательно, поэтому нам приходилось иногда менять, в том числе и в лесу проводили служение. Ну а где-то концу 80-х годов наша церковь стала уже понемножку расширяться, это 87-й, 88-й год, а в 89-м году уже такая была информация о том, что в нашей церкви грядут большие изменения, а вообще-то время было больших ожиданий, даже в время перестройки, помните, вся страна жила ожиданиями, и наша церковь тоже жила ожиданиями больших перестроечных маневров. И в 89-м году появился молодой служитель, назначенный из Новосибирска, это оказался Петр Ильин, вначале я был очень еще моложе, чем чуть за 30, вот, брат, и он мне запомнился таким вот счастливым видом, постоянно улыбался, но это тоже вдохновляло, надо сказать, постоянно улыбался, вот, и когда мы узнали о том, что он будет служителем нашей церкви, я скажу, что вся церковь этого очень ожидала, это было желаемо, и мы хотели, потому что, ну, чувствуя, что необходимо вот такая новая, свежая, такая духовная волна, нужны новые люди в церкви, и с этого времени начался период уже вот той современной церкви, о которой мы позже будем говорить. Ну, я, конечно, могу вспоминать, как вы поняли, очень много и долго, да, но хотел бы дать возможность всем остальным спасибо за внимание. Теперь мы пригласим еще одного представителя того времени Тамару Гавриенко. Она что-то добавит в свои переживания. И я учусь, когда я учусь в училище, я хочу сказать, что поиски, у меня семья была не верующая, то есть все мои родственники были препаратированы в прошлом, в болотах, я там выросла, среди этих лучших людей. Но молюбовственники были, и вы знаете, верующие, вы как, верили в Бога, ведь ни церкви не было, ни особо было. Когда я приехала в Красноярск, моя подруга, ей было 19 лет, спросила меня, Тамара, ты хочешь послушать ободи? И тайно, тайно меня привела в мастерскую ее сестра, Ира Кокуниевна. Первая мне свидетельствовала ободи. Ира Кокуниевна. И я сразу приняла, и я хочу, знаете, что сказать, было время очень трудное. Оно было, знаете, вот такое материально обеспеченное, но идеологическое было. Очень трудное время. То есть, вот это даже, знаете, идеология, она везде, вот была, везде. Это вот нужно было чувствовать, то есть жить в этом времени. А мы еще были молодые, то есть я поставила перед собой цель только карьеру, быть художником, и просто художником, а с именитом художником, у меня была цель в Москву, международный институт. Но, когда я встречалась с Ирой, и вот, а вообще я стала искать рану Господа, где-то в 14 лет, то есть меня постоянно мучила проблема. Ну, почему существуют злотные, почему в таких формах? И я так приняла, и Ира Кокуниева была первым моим евангелистом. Я ходила к ней на учебу, она мне по 5, по 4 часа говорила о Господе. После занятий я к ней. Это я была не ученица, а один на один. Я хотела, что сказать, в Красноярске Ира и Тамара Пешкова пришли в северную учебу. Там тоже были бабушки, они меня долго не приглашали, чтобы я не разочаровалась. А вот так постепенно, уже закончив училище, я приехала в Томск. То есть перед нами была, перед мужем, опять работа, творчество. Муж у меня известный, подвозил в городе, мы все на виду. Я работала в Завчинске. Но в Красноярске я получила духовное учение, и там было много молодежи. То есть там пришла вот в это время волна молодежи. Но это было уже, вот я уже была, так, знаете, какой был год? 75, 76, 78. Это волна пришла молодежи. Очень активная такая волна. И естественно, что собирались так же по домам, и такие же были родения. Но я вот хочу сказать, как меня Бог родил. Он меня освободил от всяких ран. То есть я нашел не до адрес Сомский, но из вам и города. Один-то, и наш адрес. И ко мне брат Валентин пришел. Мы с ними познакомились. И вот у меня, знаете, вот был такой выбор. Как же мне быть? Куда мне пойти? В православие, в аптесты или в нашу церковь? Потому что здесь у меня еще был у нас в театре такой режиссер. Он принял православие, и Александр Милов был как бы наставленный. И его, он, конечно, весь город там восстал против него. И мы тайно собирались. И вот Слово Божие, как бы он был в нашей церкви. Вот мы так общались. Пока все это тайно, конечно. И, то есть, ну, как бы родители восстали, родители мужа восстали. То есть, естественно, приходилось через близкие, как бы, ну, такие-таки глубокие раны. А вот на работе, я, в общем-то, и работала за учим это время. Вот Господь здесь как-то меня хранил. Вот единственное, знаете, что я хочу сказать по своему опыту. Я тогда, нас приводили вот эти, знаете, были идеологические лекции, нас приводили всех, каждого, партийные вот эти дома. И вот я там сижу и слушаю, и слушаю. Думаю, а чем они говорят? Я ничего не могу понять. Приду в церковь, бабушка, вот знаете, сколько? Десять плюс. И, Валентир, они путают слова, они так говорят, и литературно. То есть, и, в общем-то, нет у них, знаете, вот этих знаний. Ну, вот так проникает в мое сердце, вот эта любовь проникает, вот эта искренность. И самое главное, что слово Божье касалось очень сильно, глубоко. И очень сильно. И я думаю, ну, какая же большая разница? Ну, человек, который понимает вот ложь и правду, он, конечно, это чувствует. И, знаете, что? Меня поражало, что, да, у Господа я открыла закон любви. То есть, в мире нигде этого не найдешь. И, конечно, вот мы с Игорем пришли, и Таня пришла. Они нас окружили такой заботой, да, колено смесли на руках молитвы. Нас просто. Они нас, то есть, вот как приходит человек в любимую семью. То есть, вот это была любимая семья. Они очень к нам терпеливо, внимательно относились. Это была действительно такая семья. И мы очень много молились, и мы нуждались, мы молились, знаете, но я еще, а у меня есть такой вопрос. я приезжаю, я просто говорю, вам тут хорошо, у вас молодежь, а у нас никого нет. Аня, а вы молитесь. Я говорю, Лена, Лена, а вы молитесь, и мы молились. Вот вся наша группа молились. И вот, знаете, я вот это время, не помню, у брата Ивана мы собирались, и приехали братья и замужерство, и было пророчество. И было пророчество, что Христос придет в Россию, то есть будет слово проповедано по всем стадионам, площадям. Я так сижу и думаю, не может быть. Ну, как это может быть? То есть мы постоянно прячемся, мы постоянно, значит, у нас здесь, как бы мы знаем только наши встречи. И вот буквально через два года начинается, вот начинается, что Христос, свобода в России. Я вот знаете, какой момент расскажу. Это была радость, это было такое удивление, когда первый раз молодежь в Красноярске вышла на эвенгализацию. Десять человек. А город огромный, мы вышли на эвенгализацию, знаете, где остров отдыха. Там огромное пространство. И я так думаю, ну, как мы этих людей будем ловить-то? Что с ними? То есть вот такое огромное пространство. И так думаю, ну, как это будет? Вот как это случилось, как мы же молились, как Господь устроил. Там такой большой мост, и вдруг пошел дождь. И людям некуда деться, они вот к нашему, вот под этот мост к нашему пятачку. и мы, молодежь, в общем-то, когда увидела, что люди стекаются, и мы начали прям открыто, это как интересно, открыто говорить, вот людям о Господе. И это, в общем-то, я такая запоминающая была встреча. А это уже, это вот начало такой перестройки, когда уже официально нам разрешили. Да, это уже, да, вот эти... И когда мы молились, молились, мы просили, чтобы Господь нам послал пастора. Брат Валентин был уже стареньким, но был очень действительно сурен. Это был очень искренний брат. Мы его любили очень. И когда мы уже узнали, что Петя приезжает, мы так радовались, вы даже не представляете, как мы ликовали. А Петю я еще видела раньше, когда он пришел, Филипп Романович, а ведь с нами-то другим, и Филипп Романович, мы же были дети, как он с нами, с каждым индивидуально, чертит его. Я знаете, что хочу сказать? Это пастор, это самый диктепр, самый шестный. И вам, конечно, это, ну, нужно помолиться, да, это особенный тур. А детка, особенно, когда он пришел к Романовичу, это там, куканики, трубаники. Я Наташа, посмотри, не похожа. И вот, знаете, вот новая волна, конечно, потому что молодежь, помните, как у нас и хор начинался, вот эти все этапы. Конечно, это все было и с какими, и с благословениями, и со сложностями, как-то этапно. Я помню, знаете, вот когда у нас не было же дома молитвенного, да, мы с пестернами собирались, и там нам было здорово, что у нас дом. Но я хочу, знаете, что еще сказать, какое сильное благословение пережила, особое, сильное, было много, я когда пришла к Господу, в самый такой счастливый момент в своей жизни, у меня родилась очень больная дочь. Очень больная дочь. То есть я всегда стояла в больницах с врачами. И уже свою дочь, где-то в десяти годах мы готовили на операцию в Москву, в Долевске, вот такой известный хирург по почте. И в очередной раз я как-то пришла к кистре в Наги, и мы просто помолились. Ну, просто на Альмейскую. Мы с Моке и помолились. Я пришла, и меня так Бог наполнил силой руки и так положил на Юлю. И вот в очередной раз, когда я положила в больницу, Юлю, ее обследовали, и мне врач, встречаясь на улице, говорит, «Знаешь, Тамара, твой ребенок совершенно здоровый, поэтому ребенку нужно ставить оттопку». Я, знаете, вот так даже опишу, и говорю, пишите, вот и не знаю, что я могу рассказать. То есть Господь истырил. И единственное, вот я хочу, знаете, что сказать, конечно, путь с Господом сложный, но Господь всегда победит. Вот у меня вне поражение. И вот когда я сижу и смотрю, и вспоминаю вот те годы, думаю, да, Господь, то есть никогда не оставляет. И если мы молимся и трудимся, то Он наполняет, наполняет, наполняет. Не устали? Давайте мы встанем и споем салам. Господь, за ней встанем и наполняет, которую привез с тобой врач Петр. Мы предоставим ему слово. Сестры почему-то далеко сели. И опустили глаза. Ну, вы там посмотрите, чтобы вам было удобно выйти. Основите, где выйти вам, чтобы было удобно. Хорошо? Петруша, даем слово, а вы будете дополнять, ладно? Я уже не буду вас называть. С какого времени, по какой вы говорите? По началу. По началу? По началу? По началу. Ясно. 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 Удорников, артистов, актрисы. У одной был и муж, чемпион мира с пастролазами, что ли, в Ивана. Маленький, хрупкий, низенький. Но лёгкий, как назвать? Харизьяна. По горам лазили. Это в смысле слова, его дети как оберзьянки маленькие. У него квартиры специально, в полу, когда получили там, что вы, через сами. У него кольца турники, и они... Ну, как-то, мы не смеяли, оберзьяны, не знаете, все, внушся, вот таколь все. И вот в это время... И вот в это время... Они уверовали, и... И как на язке... Они не могли принять его на крещение. Такое было преследование. Их друзей просто кто-то боялся преподавать водное крещение. И они приехали все в Новосибирск. И в Новосибирске преподали водное крещение. И вместе с ним принимал водное крещение и я. Я там уже говорил о том, что водное крещение было у нас где-то в июне. В Новосибирске молнию все принимало. А когда я приехал, ну, я был на практике, на теплоходе, в химке работал. И когда я, значит, попросил слухиханика, в основном, я в Новосибирске прошел. И там через все преграды молился на палубе везде. Господи, мне нужно приехать. И через все преграды, мы пришли в город Омск. И я попросил слухиханина на поезде приехал. Тогда приехали на славе, что водного крещения тебе преподавать не будем. И я не знаю, я даже фактически причину милей спрашивал и объяснил, что я ничего не понял. Вот, но получилось, что я через все преграды шел, а водного крещения мне нет. Вот, это мне сказал мой отец, а мы не пришли в Новосибирске. И, значит, ну, что, я даже, по-моему, в Новосибирске поехал. А мы в столке стояли буквально у нас недолго, а я спасился, а пока я приехал, а мы же пока не будут окружаться, там парта все. И я думаю, я успею, и я сразу на теплоход. И потом, в августе месяце, меня отпустили, дали мне месяц опуска, я пришел в Новосибирск. И как раз приехали в Красноярске, с этими художниками, актрисами, артистами всеми. Вот, я принимал водное крещение. Так вот, Бог сделал, я один из новосибирска молодежи, недопущенный. Вот, и с этими Красноярсками мы принимаем девять часов вечера, пока приняли, уже стало темно. На Обском море мы принимали водное крещение. И вот так вот таились, потому что были гонения, и мы боялись того, что все увидят нас в власти, там милиция может разогонить, и мы просто не получим крещение. Нам просто не надо совершить это крещение. Поэтому, конечно, уже говорили и брат, и сестра говорили, что были такие преследования, что говорили тайно. Слух были и боялись говорить о Боге. КГБ везде преследовало. Вот, и я думал, ну, молодой мы, конечно, одно-ношно, да, учусь, да учусь. Нет, а КГБ и там спрашивают, как я веду, куда я хожу, чем занимаюсь, что я говорю. Полностью информация. И я так, маленько на прояснил, когда меня вызвали командирующей, ничего себе. Я думаю, во, оказывается, КГБ за мной попитал ходит. Я сын служителя. Поэтому вот так вот мы в такие времена жили. Но, слава Богу, Бог даровал такое благоприятное время. Хотя тогда мы уже собирались. Вот, 76-й год, когда принял ловное крещение в Костноярске. В Костноярске я жил год. Это вообще благостовенный год. Не маленько, как я уже на этого, сновцы, поступая, не знаю, и с молодой, и тамара, когда-то Костноярске. И вот, вы и знали, когда в Блахин приезжал молодец, с Леной не убив детей. Она была в Блахин, членяногорская, когда была 16 лет, когда я был в роде молодежи. И если я был там армикатором, молодежи, в Костноярске, когда Бог не открыл, нужно организовать молодежь. Сколько у нас у вас меня побуждали, я там не делал. Я говорю, я забежал свою церковь, церковь мне что-то получал, ничего. И мне побуждает, побуждает, ну, стиль тогда. А потом, когда мне говорили, что, ну, что вы, молодые, сидите, приедешь во служение в квартире с Пуэзбавриком сидит дома. И однажды на таком служении был открытый человек, и когда они говорили, и Бог мне открыл, и Бог мне сказал. А вот, он говорит, да, так все и будет. Все равно бесполезно. И Тамара Пешкова, ведь влияние, зажегся большой огонь в костер. А вот у стиль взял крышку и захлопнул так. А у меня с одной под крышкой пошел. На сих пор помню это видение. И когда мы вышли, все, вот оно, кровение, мне дана, дана. Что делать? Я иду, я лечу. Братья, отцы, ну, что так тихо идете, братья. А у меня уже готов, я вот все равно завязать, делаю, чтобы мне Бог открыл. Бог дал. Ну, вот так вот, разноясно. Это, наверное, еще Невеногорская. Мы, как я, в угол в армию, мы расстались, практически, я больше практически никого не видел. А я пришел. Вот, и съездил в Невеногорске, съездил. И там некоторые, кто видел, мы не полночь не видел, практически молодежь. И вот как-то так, ну, в Невеногорске, там, или вот это, наваля, и сосуд, не буду много лететь. И она говорит, ну, слава Богу, что ты приехал, на короче, я там сказал, чтобы я стал космянским. Я говорю, нет, в воле Божией космянским нет. Ну, как будет, вы, люди, студиусы, все. Я говорю, нет, в воле Божией. Воля Божия, что я вам говорю, в Новосибирске. Я говорю, что она помогает, что я тебе готова сказать. А я говорю, мне так сказал. Она помогает, буквально. Она говорит, да, воле Божия, тебе быть там. А потом говорит, Бог пошлет тебя на труд. Потом ты к нам приезжаешь. Я говорю, а потом Бог мне пошлет на труд. Так, правильно ты говоришь, но это чем неизвестно. Вот тогда я уже и на открытие, что Бог пошлет меня на труд. И в Божийске я пришел с армией, пришел с армией, и 10 лет я был, жил в Новосибирске. А я говорю, ну, потом пожил, Бог, на два, пошлет меня на труд года через два. И я помню, я думал, в Новосибирске, говорю, ну, вот, сейчас он родственник, наш Василий, и я сказал, что я его с армией, и 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 я его с армией. А 10 лет я прожил. Только потом Бог пошлет меня на труд. Так вот, когда мы собирались в Красноярске, это был очень благосторенный год. Как будто столько событий, чудес, столько благословений, переживаний, столько общений, это как будто мы полжизни прожили вместе. До сих пор у меня такое. И когда я как-то у нас армией, я больше никого не видел, я больше никого не видел. И тогда уже была конференция в Красноярске, и, по-моему, там был. И тогда я увидел, что это показывает, что это было, это плохие, оказывают у них 8 детей. Эй, ты, ты, видишь, я юногорский, которая была венчая юногорская. Это же третья, шансоветняя девочка, кто-то, я вам помню, молитесь на меня. Может, помолитесь за меня? О, у меня было хлеба. Бог, она такая сладенькая. А теперь уже 8 детей выстрелили. Так, они когда встречались, как-то они, други, други, со слезами. Сколько пережито, как будто в полный день, один год все прошло. Вот так у меня жизнь была связана с Красноярском. И когда я 10 лет, 10 лет Бог меня воспитывал, учил, я бы не хотел для кого-то труда. Ничего. Вот, а потом пришло время, за два года, я еще получаю заявление, что Бог, я уже получаю заявление, я уже сам лично, и через сосуды никто не знает. А у меня там, мне Бог лично открывал, у меня были заявления, которые там, из-за каких-то сосудов было. Просто скалок на заявление, а я принимаю, и слагаю, что я из-за марии слагала. И вот, значит, открывает мне Бог, и я открывал, мне даже Бог путь на носок, где служил, встал мне в обручь. Одновременно, сейчас полно хотел нахо сказать, когда что-то здесь. А потом, я вижу, что Бог, и Хабаровск, и Новосибирск, и Новосибирск, и Новосибирск. И вот, я сделал Хабаровск. И потом были откровения в церкви. Одна, что я сказал, откровения, слагаю, другая. А я вижу, что все как-то не приближается. Я уже думаю, куда, а куда, а что. И вот мы уже с ней осуждаем, уже осуждаем, еще не открыто. А ну, уже все, мы уже живем на чужом месте. Ну, и как будто на этом месте, что все уже, уже заканчивается, знаете, как будто наша аренда заканчивается, когда она была, наша квартира, вы получили это, понимаете. Вот такое чувство было. Я устроился, наверное, перешел к ней на завод, так дали квартиру, начальник, молодой, буквально, я ставлю меня, он говорит, ну ты что, пришел за квартиру и не стою? Я говорю, нет, это синий, нормально будет, и медальчик, компрессор, то есть все условия, так надо получать, прекрасную, я получал там 160, 180, и тут я получал, 300, 300 с лишним, для общей, для хорошей денег. И все, и я вот, я дорабатываю, электрика, все, и чувствую, что я говорю по компрессору, и я чувствую, что все, Бог мне открывает, Бог мне говорит, что я вижу, что не мое место, все, именно закончено здесь. А тогда что, не открыто еще? Куда? Куда ехать? Большая Россия! Вот, алкост, вот побуждал, делать эти подобности, мы говорим, и потом, потом уже, значит, была Палентин, старичок, очень такой интересный, старичок, искренний, такой, с такой верой, очень интересный, мы с ним так едем, и все равно тут просто было, это очень интересно, нужно здесь много рассказывать, как он вообще ведет, как он завел, как он, значит, ну, вообще, интересно, и, мол, говорит о том, что он не может трудиться, и мой отец, как это выясняет, он провалял одному брату, служитель, этот дом, ежегодно, не отказались, другому, отказались, вот, а еще, перед этим мысом приезжали, Тамара, помнишь, и мы приезжали, да, и должны были приехать в аппарат по краю, или за три приехала уже, уже искали, домы за 30 тысяч, вот, искали, все, и так они уехали с концами, и все, и все, и мне помню, как они сказали, а я до этого, смотрю, смотрю, нравится ли мне, голод, как будто я хочу все дрожить, что-то невероятно, какая подготовка у меня была, и потом оказалось, вместо этих братьев, вместо всех, кто-то, самокому, были предложены, все подсказались, а когда предложено было мне, предложили было мне, лобосику Андрею и моему взяту Володе, нам предложено, подумать, вы можете к этому, когда была предложена, а мне пока, когда не было все исполнено, что, а Господь будет предложить тебе, пружку парить народ, вот, и воля Божия, чтобы ты согласился, и когда вот это такое, когда было предложено, а я уже имел пример, что Бог сказал, куда такой город, я не знал, а тут вот это получается городок, я не знал, и когда мне сказали, все, все откровения стали предо мной, сердце мое огнем закалилось, я час, ходил по квартире, такая сила, такой огонь, подсвежение того, что воля Божия есть, и я сказал, что, значит, я согласен ехать, Албасу говорит, я пока не могу, Володя говорят, я пока не могу, а я один я хотел господа просил наша квартира и вот мы так отменяем переехали 20 августа 89 года 19 августа он был однозначно проводит на сибирске лето хороший прекрасный день августа понедельник на самолете омске приобрели наши квартиры мы новосибирский в том сакамичи вон и здесь 30 бабушек и вармалинский брат иван похоронили давненько уже еще был один балл волоня и все ну а допустим собирать и у нас начался мы молились речи не было мы молились господу с бабушиной но потом уже история весна когда омарин и дочери приехали пришли на собрание тут был один брат Володя гость и здесь пошло это пробуждение и буквально вот в этот период времени вот сегодня мы празднуем десятилетие практически вот в этот период времени скажем так октябрь месяц а нет можно было до октября восемьдесят девятого года когда вера Караманка покаялась доставим во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-вот я на ночами вот октябрь октябрь таки а именно и припрос себя стоял и это духовное крещение и 2 декабря мне было для рождения но забыла 10 человек молодежи при этом отец мы в парке на счетах оси знали все подавцы сам магазина и все округа молодые дух работы такой поезд у кого-то так молились и все это знали ничего и никто нам не стучал и участки молились и вот молодежь буквально вот конец октября ноябрь которому декабря у меня на норожении 10 и вот с этого момента я объявил что а теперь у нас будут молодежные уже слава господа и я стал кем руководителем молодежи к новому году он скажет сестры или после нового года сразу или к новому году я стал руководителем хора да значит до этого до этого я приходил на молодежное служение ну как сказать пятидесятники были в баптистах это чуклановый это орловый они были все в оптистах когда я приехал я имел они платили на служение молодежное и там не официально вел чувак неофициально но я просидел он не садовала меня допустим я ж пусть и могу ли берется не берется не понятно у нас такое расстроение пошло да не словали сказал слова там виски это их служение я даже не моё на служение а вы не пообщались а потом когда буквально что в августе приехали сентябрь сентябрь октябрь уже молодежь ноябрь декабрь уже молодежь и я бегу молодежь на служение то и уже стал уже явно они уже узнали что у нас на них стало пришли и у нас сразу почти стало 30 молодежь примерно на критерность вы забираете чума пути могу собирать вот так благословлял все и у корни по нам собрались и нас там вот они не понимали не собой могли приятно как так мы собрались собрались беседовать и мы столько молимся и вот что такое побеседовал и они стали начало молодежного служения и начала холода новый год мы собрались у николаевых у николаев я не знаю по моему сергей и фактически вот мы весь новый год всю ночь мы там были и утром 505-45 что мы пошли пешком а теперь чтобы они желали на я могу дальше по тему дырюкова все вообще есть очень особо не говорит я думаю что мы уже долгое время до минимальной камеру помолимся господь сухо и переехать искали уже дом а приехали в это время когда приехали братья приехали и мы с отцом эти как епископом он приехал чтобы с этими братьями они имели разговор и чтобы уже так ну представить и церковь то они приехали но чтобы уже это дом подыскать будем братья трудистую служить край эти братья исчезли а мне уже послали делать вечернюю я приезжал вот один говорит вас тут люди братья нет пока нету братья а потом нету 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 мы поняли что все братья мы больше не увидим он быть ну что наш вопрос-то как я же это самое вот ставил вопрос на замену все все-все-все замена есть ну кто мне потихоньку скажи кто я потихоньку сказал вот так все но это не дает и в этом уже молились помогает квартиру я так вот бог шоколад поскольку тут я уже не знал что вот и сих наступило и после петровского до сих пор кто ещё не да не будет ну знаете а то я хочу так что-то подумала история маленечко тут прыгнула. У нас первая молодежь, я когда приходила, но я не покаялась, и первой молодежи, и вообще молодежи, я никак не хотела, не представляла себя даже на этом месте. У нас были Николаевы, их нет никого здесь, ни Толи, ни Светы, ни Лены, ни Тани, я даже не вижу. Сама первая молодежь была? Самая первая молодежь была. Вот когда я еще не была верующей, так скажем, просто посещала эту церковь, и так, я не знаю даже какие года, я покаялась в 89-м, то есть Петра я тоже знала давно, и знала его папу, брата Филиппа, потому что у меня папа верующий, родилась в общем-то я верующей семье, и когда я посещала их, я так смотрела, думаю, ой, но бабушки, и вот сидит молодежь вот эта вот, ну как она все это выдерживает, все эти служения, духота, конечно, народу было очень много, квартиры, и зимой так все это неудобно, вещей много, я так вот приходила, думаю, все-таки народ Божий, благословение должно какое-то быть, все так на подъеме должно быть, а так все скромно, думаю, все-таки Бог, ну как, величественный, он должен более так вот быть в каких-то больших таки, ну это я, конечно, моя, да, мое такое мировоззрение было тогда, и я, в общем-то, на них смотрела во все глаза, для меня было это, ну, героические люди, можно если так сказать. Когда к нам приезжал брат Филипп с Петром, я тоже на них смотрела, думаю, Петр такой молодой, среди старых людей, так долго молится, это немыслимо, краткаясь, и раз он сказал, Вера, да ты будешь верующей, я думаю, не знаю, брат Филипп, а если, может быть, только за двоих лет доживу, тогда я подумаю, а пока у меня впереди очень большие цели, жизнь меня устраивает, конечно, были воспитаны на атеизме, очень за правду, очень за истину, это такие правдолюбцы, это комсорги, это передовые люди, ну, я так себя считала, конечно, до коммунистов я не дошла, и как-то считала, думаю, нет, что-то они тут с Библией маленечко переплетают, и где тут библейская, где ихняя, я за правду, я воздержусь от их пока мировоззрения. Тем не менее, комсоргом я была, всегда была каким-то лидером в мире, и для меня Бог, ну как, ну существовал все, но я думаю, если я обращусь к Богу, то мне надо, чтобы мне быть очень искренним, и чтобы Бог мне открылся, и чтобы Бог мне показывал ее, и так в какой-то абстрактности, пустоту, что они там молятся часами, а у меня это вообще никак, то есть не касалось то время. И вы знаете, ну вот самые большие, большие благословения, их очень много, вы знаете, самое большое, наверное, чудо благословения в своей жизни. Я думаю, что все-таки это я на этом месте. Для меня это, я даже не знаю, как так Бог сделал, потому что меня очень много и отец уговаривал, и от маловерующих людей, и все, и все, тем не менее, меня это никак не подвигало. Но вот так Бог повел, повел очень трудно, и дает силы, и давал, и открылся. И когда я пришла на это место, вот как Петр скажет, в 89-м году, покаялась, и я знала уже Петра, смели, для меня это были ангелы какие-то, я уже не видела в них каких-то людей, очень большой свет, и думаю, Господи, как такие молодые люди, вот среди этого атеизма, среди этой грязи, я всегда за правду, а ее нигде нет, могут молиться Богу. Вот я сейчас говорю, и для меня это вообще, это очень большое чудо. И вы знаете, очень еще большое чудо, что я вижу сейчас, очень много, ну как, молодых людей на этом месте. Это просто большое благословение Божие. Это, я не знаю, каких людей ищут чудес, вот для меня это очень большое чудо, потому что, вы сами знаете, молодежь сейчас занимается, она и тогда, и во все времена занималась тем, чем хотела, но только не тем, чтобы призывать себя к чистоте, к порядку, это всегда очень сложно. И вы знаете, конечно, вот сейчас Петр рассказывал, я его так слушала, и думаю, ну только Бог его мог заставить приехать сюда. Я не знаю, там его квартиру, не знаю его дела, все. Но думаю, знаю эту церковь, что тут было 30 бабушек, и едва-едва живой брат Палентин, то есть он там говорил, и уставал, и вот все из последних сил. И думаю, как мог Петр в то время бросить Новосибирскую церковь? Это, ну только Бог мог заставить, потому что он фактически сюда приехал, это была целина. Это было очень все неподъемно. Старые бабушки, практически никакой молодежь, сам он горящий, молодой. Ну как вы уже здесь описывали, кто как видел, и я его вот так вот видела, думаю, ну это же молодой человек, среди бабушек сидит, ну это так не может быть. И вот когда он пожертвовал, действительно согласился с волей Божьей, приехал сюда. Это только Бог, потому что сами понимаете, что, ну как, там был и хор, и была, как я понимаю, молитвенная группа, и были сосуды, и очень-очень много там уже, как, ну можно сказать, Новосибирск, и Анжерская церковь, это были передовые церкви того времени. Наша церковь, мы когда вот начинали ее, приехали в Новосибирск, мы в ужас пришли. Ну как у нас, у нас даже гитары нету. А там поют, играют, декламации, стихи, молодые люди. Я во все глаза на них смотрела, думаю, как так, 17, 16, 14 лет. Ну настолько я вот поражена даже вот этим вот была. Думаю, молодежь, а у нас... И, конечно, мы очень много манились. И вот сейчас я смотрю, молитвенный дом, хор, воскресная школа, сосуды. Вы знаете, даже всего не перечислить, сколько Бог сделал. Я не знаю, каких еще чудесах можно сказать, но я вот на все на это смотрю, и в такой маленький, в общем-то, срок, короткий. И действительно, Бог совершает свои силы, чудеса вот в немощи. Призвал столько молодежи, я даже сейчас не знаю, вот от той молодежи, от истоков мы начинали, да, с трех, с пяти, с шести, с десяти человек. Сейчас это в десять, в двадцать раз, наверное, больше молодежи. Конечно, горели, конечно, очень много молились, нуждались, хотели, чтобы Бог у нас во всем прославлялся, чтобы Бог через нас и светом быть, и всем, и всем. Я вот помню, конечно, очень большие, но, может быть, так, события, которые, как бы, у меня остались в душе, потому что в то время был атеизм, это все зажимали, мы пришли, немножечко так послабление давали, и то у нас очень многие осуждали, и вот, действительно, как Петр говорит, 24-я квартира, то есть у меня даже, многие версткие люди, ну, как, и за спиной моей глаза говорили, что ты связалась с сектантами, ты долго не протянешь, там приносят в жертву, там делают такие вещи, ты даже не представляешь себе. И тем не менее, я говорю, так, если меня Бог открыл, никто из людей меня не закроет. Я благодарю Бога, что Бог просто давал силы противостоять вот этому всему, всем вот этим вот натискам, всему всей этой лжи, можно так сказать, и мы все равно продолжали, ходили, молились, и очень радовались, и даже ни грамма не стеснялись, а были очень рады, когда нас видели с Петром, или с Милей в окружении, мы сразу говорили, это наш служитель. То есть, ну, так вот. И вы знаете, самое, конечно, может быть, ну, вот такие вот события, это когда мы ездили в Новосибирск, на съезды, я была поражена, что после вот такого притеснения, унижения верующих, гонения, в общем-то, я думаю, люди за правду стоят, как-то стараются свет львить, милосердие, ну, почему к ним такое отношение? То есть, мое мировоззрение, это верующих было такое, когда я покаялась совсем другое, я была рада, что мы едем в транспорте, и поем о Боге на весь трамвай. Ну, для меня это было, я так на всех людей смотрела, победоносно, и думал, вот так вот, как может Бог действовать. То есть, ну, вообще, и когда мы в Горссад ходили, у нас была только одна гитара, и мы все около нее, и что петь нам на повышенных тонах, и что все кругом слышали без всяких микрофонов, что Бог есть, что Бог живой, и что Бог это свет, и многое сделал, и мне вот сейчас задают вопрос, что Бог сделал в своей жизни, у тебя очень много скорбей, трудностей и всего. Я говорю, вы знаете, у Христа тоже самое было, у вас у самих впереди, если нет каких-то трудностей, они обязательно будут. И я хочу сказать, что они у каждых людей были в Библии, если мы почитаем, они были у Христа, они будут, конечно, у нас. Но Бог дает силы, вот действительно говорили, что жизнь это борьба, и я считаю, что это великое счастье, что люди с детства знают Бога, что молодежь сидит на этом месте. Я, знаете, хочу вам сказать, что в то время Бог действовал, но и в это время, вот для меня, Бог никак не прекратил никаких действий. У меня очень много есть свидетельств, случаев, и то есть, когда я еще была неверующей, я так мыслила, что он, а мне надо, если я пойду за Богом, чтобы мне Бог действовал, говорил, был реальный, а не какой-то абстрактный, что он где-то далеко, и он не слышит, не знает, или он, ну, как-то там, не знаю. До сегодняшнего дня, если я где-то теряю связь с Богом, если я где-то не вижу Бога в своей жизни, я очень мне от этого тяжело, очень тяжело. И Бог вот так вот дает, может быть, даже и свои откровения, и свои научения. И, в общем, ты как в школе. И вот мне говорят, ой, ну как вот у вас уберущихся, вот это вот скучно, вот то нельзя, вот сюда нельзя. И вот телевизор, я думаю, какие ограниченные люди. Думаю, себя в телевизор смотрят одно и то же, как мне удается. Тут каждый день какая-то новость от Бога, из Библии, еще откуда-то. И вы знаете, я стараюсь вот на сегодняшний день Бог мне как бы открывает стих из Библии им жить. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Спасибо. Спасибо. Вот видите, мы даже свидетельствуем друг до друга, даже с верой везде, вдвоем. Это тот человек, ну, который привел меня в эту церковь. Вы знаете, ну, Бога я нашла маленько, даже можно так сказать, раньше, но общения у меня с верующими не было. Я сама себе молилась, как понимала, как разумела, что я хотела сказать. Я никогда не забуду, это Новый год, девяносто первый год. И я в Новый год все уже спали, моя одна сидела, и молилась так, говорила, Господи, ну, почему я одна? Ну, ты мне дай, ну, такое вот общение, я даже не помню, может, я не общение тогда сказала, именно тогда такого слова не знала, но я просила вот именно для себя, чтобы мне Бог дал таких людей, с которыми бы разделяли вот мои чувствования, мои взгляды на жизнь. И вот буквально сразу же после Нового года я встретила с Кирой, хотя мы дружили в мире и долгие годы, ну, был какой-то период, может, что мы с ней не виделись. И она меня стала очень настойчиво приглашать к нам на служение. И вот все, первый выходной, второй выходной, третьего раза, по-моему, я только согласилась. Не то, что я, как складывались обстоятельства, что нет, и все. 91-й год, она меня на Рождество приглашала, кстати, вот проходил в железнодорожном ДК, у вас, да, первая юнг лидаца в месяц Новосибирске. Вот, на него не попадаю, я вот, то есть, как-то так, что складывается, нет и нет. И вот, значит, выходной, молодежь вся в Новосибирске, Вера почему-то не с молодежью, я не знаю, мы с ней приходим на служение, никого нет, вот эти бабушки, не служителей, даже, по-моему, я сейчас не помню, кто-то, наверное, был, я не знаю, из таких вот старых, наверное, брат Иван был, я сейчас уже даже не помню, кто там проповедовал, я просто удивилась, как меня принимали эти бабушки, все меня целовали, все там меня окружили, я так это посидела, все послушала, ну, мы идем, Вера говорит, ну, как, не знаю, как, ну, как, она говорит, ты еще пойдешь? Я говорю, ну, пойду, наверное, мне так неудобно как-то было ей совсем отказать, я вот, честно сказать, первое служение, оно мне никак не вдохновило, никак не, и вот воскресенье, следующее, наверное, уже теперь воскресенье, или это было на неделе, я вот сейчас не могу вспомнить, наверное, это было на неделе, потому что я хорошо запомнила такую деталь, мы пришли на служение, да, молодежь уже приехала, значит, с Новосибирска, Петр первую проповедь сказал и уходит на работу и ведет служение, ой, из всех братьев я запомнила, Игоря долголела, вот, не помню еще кто вел, я знаю, что Петр сразу после первой проповеди он уходит, и вот, вы знаете, Бог не открылся вот именно в своей любви, вот, настолько он открылся, что Бог есть любовь, и что он может так любить, что вот в мире нигде этой любви нету, и вот я сиджу, все слушаю, молитвы идут, хорошо помню, это Ира сейчас, Николаева, Женя, Вера, они молятся, а я вот, ну, духовно некрещенный человек, я понимаю, что они молятся за меня, и что я должна покаяться, думаю, ну, не знаю, молиться, сижу так себе, это думаю, и вот, последняя проповедь, ее говорил Игорь Долголев, в общем-то, через это, эта проповедь меня коснулась, Игорь Долголев, он так, начал, можно сказать, о нашей, ну, как, любви просто чисто человеческой, и все это перевел, ну, на любовь к Божью, а так как мне Бог вот открылся, что это есть любовь, но я так это коснулась, и как и стал призывать к покаянию, и вы знаете, ну, просто вот сила Божья, она меня подняла, я вот даже, знаете, я даже не помню сейчас, я знаю, что я молилась, я что-то говорила, но вот настолько это было, ну, как, не по-моему, то есть я не собиралась каяться, а все это как-то, ну, просто сила Божья совершила, я покаялась, обратилась и вышла, потом и думаю, что же дальше будет, все делать, ну, у меня был хороший наставник духовный, Вера, она регулярно за мной заходила, на все собрания нашла, вот, кто знает, у нас комичная остановка почти по ЖРТ, вот там ее дом был, и она ходила на Мюних 11, за мной заходила, и потом мы ехали с ней в церковь, если бы она за мной не заходила, ну, я бы, наверное, не ехала, а так как она за мной заходила, то я ехала с ней вместе, на эти служения, знаете, конечно, это период, я-то пришла, в период, как раз, вот начались труды, то есть, вот они уже, пришла молодежь, много людей, во-первых, я в январе покаялась, в марте, по-моему, купили этот дом, старенький, и ты, наверное, пришла в этот дом маленький? Нет, я покаялась около родины, на дому, да, это была Малоподгорная, 3, Малоподгорная 3, я помню, это служение, да, я вот там покаялась, то есть, я еще какое-то время ходила, в первые месяцы, мы купили этот дом, в феврале, но я сейчас не помню, то есть, март, может, февраль, а вот так, потому что я ходила, мы помню, Вера получила информацию, что купили дом, и мы сюда пришли, с ней специально посмотреть на этот дом, и то есть, потом, как мы его благоустраивали, сколько мы труда там, ну, прикладывали, чтобы все это, ну, как, ну, было, мы настолько радовали, что у нас теперь свой дом, что мы здесь будем собираться, в этом доме, он так стал быстро наполняться, столько людей стало приходить, и как раз вот это время началось с трудов, столько всего, становление там, миссия организовалась, у нас там женский клуб Аглоу, то есть, труды, и вот я как раз в этот период, я и попала, и то есть, вот начались какие-то труды, труд в молитвенной группе, потом я вот с Томой трудилась в этом женском клубе Аглоу, а потом миссия, ну, то есть, так вот, труды, восточная школа, в общем, так все. Болитарная помощь. Много всего, но знаете, вот я не хочу так, то есть, вот эти воспоминания, может быть, еще кто-то много говорили, как раз вот это вот время, такое благоприятное, массовых евангелизаций, это дворец спорта, драмтеатр, то есть, вот приезды всех евангелистов, каких из Канады, из Америки, из Германии, откуда только к нам не приезжали, то есть, я как раз вот эти вот первые годы, так скажем, моей жизни вот этой христианской, и вот знаете, я когда, ну, сказали мне, что будет это служение, все, я так думаю, Господи, ну что сказать, вот это свидетельствую я о том, что я пришла, ну что еще, ну что-то может быть, и знаете, так Бог мне положил на сердце, сказать, такое вот, знаете, мы когда пришли к Богу, вот настолько Бог открылся для нас своей любви, и Он в наших сердцах настолько вот привлек к себе, что вот знаете, вот часто иногда я слышу, вот в сердце не явили любовь, вот кто-то там на кого-то обиделся и ушел из сердца, потому что ему не явили любовь, вы знаете, я вот сейчас мы много говорим о хорошем, но вы поймите, что эта жизнь наша была и негативная, я хорошо помню, когда я в этом доме только что купили, ну какой я еще, ну я еще, может быть, не всегда была, ну что-то я, я понимаю, что я, наверное, в тот момент что-то не то сказала, у меня там так брат один отчитал, что я вышла, конечно, я шла, я всю дорогу плакала, но знаете, вот у меня даже никакой мысли не появилось, что мне надо из этой церкви уйти, я просто шла и думала, ой, я такую обиду допустила, но я не могу, о господи, ну меня обидели, я не могу пока победить эту обиду, ну ты мне дай, ну помоги мне преодолеть, то есть, знаете, вот почему-то никогда не подходили мысли оставить церковь, что меня там вот обидели, и в жизни оно всяко бывает, очень много всего встречается, вы знаете, у меня был такой момент, когда я хотела оставить церковь, только потому, что я была не такова, у меня так вот, я такая, господи, я не умею себя хранить, ну то есть, это тоже, конечно, еще младенчество, все, но вот знаете, из-за того, что я, ну как, я не достойна господа, и не хотела, как бы его, ну позорить, что ли, или его, или так, как сказать, что я не умею в чем-то устраивать, вот из-за этого, да, мне хотелось, ну оставить церковь, ну конечно, бог любящий, я никогда не забуду, как он меня из этой ситуации выводил, ко мне пришли, говорят, Люда, надо потрудиться, я думаю, интересные люди, что они не знают, что их, господи, что ты не знаешь, в каком у меня состоянии, какой труд может быть, вот так вот Господь, ну выводил меня из этого состояния, и вот просто я, для молодежи, вот этого свидетельства, чтобы мы любили Господа всем своим сердцем, и тогда, вы знаете, мы не будем, конечно, нас будет кто-то обижать, но мы же сюда пришли, потому что Господь привлек, Он действительно заплатил за нас такую цену, и я думаю, что, ну как, мы будем иметь силу прощать, будем иметь силу нести другого человека, с ингеляционной, все это совершил Господь, и значит Господь на этом месте, и значит в этой церкви есть любовь. Слава Богу, Слава Богу.